Мечтать нужно. Все сбывается, если желать и работать над этим. Тому пример Артемон. В нашей жизни в последнее время происходит столько разных событий, что хозяйка сельского мини-приюта Людмила Чернецкая просто не успевает озвучить все происходящее. Радости и боль чередуются кто быстрее. После беды наступают счастливые моменты радости. И пусть они не долгие, но может именно из-за такой поочередности волонтер еще держится на плаву. Как вы знаете, мы давно хотели построить еще один вольер. Особенно после того, как появился в нем острая необходимость, чтобы забрать Артемона. Как говорят, надо мечтать. И мечты сбудутся. После ссор, скандалов и грязи, вылитой в адрес сельского приюта, мы наконец построили его благодаря замечательному человеку Елене Чураковой, которая пожертвовала на строительство вольера. Пусть и не всю сумму, но значительную часть. Много говорить не буду, лишь то, что я забрала Артемона. У него широкие апартаменты 6х2,80 и огромная утепленная будка. Еще, конечно, предстоит постелить пол, утеплить стены. Но это я уже постаралась сделать, как всегда, сама. Он познакомился с моими собачками, пока у нас нет конфликтов. Он, надеясь, что в будущем я смогу его выпустить в общество моих девчонок, и он будет вольно, как все мои животные, передвигаться по дому и территории. А тем, кто лил грязь и поднял на уши все приюты Донецка, хочу сказать только одно. Чужими руками делать добро легко, а вы приходите и поживите моей жизнью хотя бы один день под взрывы и бесконечную автоматную пальбу, говорит Людмила Чернецкая. А человек взял и просто помог. Дорогая Елена, огромное вам спасибо. Неский поклон от нас и от Тошки, как, собственно, нежно Мила теперь его называет новая мама. Дорогая Елена, огромное вам спасибо.